Привет, я Шок. Сегодня в CSGO вышло обновление, большое обновление, где добавили новые две карты, новый кейс, новые скины, понятное дело, ну а также убрали полностью операцию расколотая сеть. Я не стал делать много роликов подряд на эту тему, а просто решил совместить, чтобы было бы вам интереснее, проще и быстрее. Ну и прямо сейчас я вам говорю так, мы открыли сегодня 50 кейсов с Велоном и Тигром, так вот, если этот ролик соберет 50 тысяч лайков, я открою 100 кейсов, то есть x2. 20 тысяч лайков 40 кейсов, 100 тысяч лайков открывает 200 кейсов, то есть x2 коэффициент, поэтому все дело в ваших руках, чем больше лайков, тем больше я трачу. Ну а сейчас давайте обозревать обнову, поэтому мы летим. Давайте посмотрим, что здесь вообще у нас есть, так будет проще показывать вам. Это у нас Томкэт, называется оружие, мне не нравится. АВП прям вообще не нравится, такой скучный скин, такой мрачный, прям точно нет. ЦЗшка тоже мне не нравится, Диггл тоже не очень, МП-5 тоже скучно, неинтересно. А Негев, ну, рассматривать даже не буду, это тоже скучно. Это, ну, непонятно как-то, как-то непонятно. Это красиво, это красиво, правда красиво. Это тоже непонятно. Вот это интересно. СГ, Дарк Винг, это тут уже интересненько. ССГ, очень похож, Февер Дрим, это уже есть такой, да, скин уже в CSGO, должен быть. Калаш, очень симпатичный, он очень интересно выглядит. Я думаю, что он будет точно у меня. Вот как только пройдет неделя, я возьму, ну, как две недели. Этот скин, прям, интересный, особенно, это голографический МАК-10. За всю историю CSGO такого скина еще не было. Хороший скин. Красивенько, Justice, очень красиво выглядит. Интересно, дорого, дорого выглядит. М-ка, ну, такая, на шестерочку из 10. Она будет многим нравиться, но нет такой себе. Ну, и тем более, с этой М-кой я не играю. Сама забавная, что тут написано I love skins, это так и забавно. Вот это все, ну, надпись выглядит очень колхозно, I love skins из 90-х. Так, и Глок. Наверное, один из самых красивых скинов в этой подборке. Очень интересно выглядит, дорого, ярко. Ну, и, соответственно, он получил красный слот. Вальф понимает, что он хорош. Если выпадет что-то интересное, особенно новый ножик, это, конечно, красота. Откроем кейс. Дигл. Дигл. Ладно, и ладно, и хорошо, хорошо. Я азартная какашка, поэтому куплю еще один кейс для ролика. Ай, факт, ладно, хорошо, сейчас, секунду. Так, все, давайте последнее. Если что, кейс, открытие кейса стоит 1000 рублей. Ну, примерно 1000 рублей. Боже, да вы рофлите. Сколько я заработал? Надо сразу продавать, потому что это никому не нужно. Один. Один. О, пять. Ну ладно, 7 долларов заработал. Ну, а сейчас мы пойдем посмотрим, что за карты добавили. Ну, что ж, новая карта. Она называется Анубис. По текстуре похоже на даст 2, если я не отсталый. Вау. Интересно. Слушайте, по сути, эта карта может попасть вообще без проблем в матчмекинг. Потому что такое испытание проходила карта нюк, если не ошибаюсь. А сначала в обычное, а потом уже в соревновательное. А потом уже на турниры. И какие-то еще карты. Ну, по сути, шанс того, что эта карта сейчас тестируется, огромный. Вау, зеленая. Хлорин. Вау, это что? Они прям пошли в историю? Вау. Красивенько. Но тут тут без шуток. Это что такое? Снэк темпл. Ночь. Ночь. А. Я думал, первая ночная карта от CSGO. А что это? Что это? Что это? Ну что ж. Респаун. Интересно все выглядит. Это... Вот, на самом деле, вся карта похожа на очень древнюю карту. Она тоже была в операции какой-то. Называется карта ZOO. Вот прям, прям копия текстур. Друзья. Нужен начинать. Со мной сегодня Эвелон и Тигр. Дарова, дарова. Это... Вау, вау, вау. Я думал, Эвелон, Тигр. Слышишь, я думал, ты меня так, типа, жестко, понял? Ладно, я не Тигр, я просто лев. Ну, здесь... Ооо. Оно такая дорогая, дядь. Что, М-ка? М-ка, она очень дорогая. Хорошо. Это хорошо. Мы ее увидели, в принципе. Да. Не, я ожидаю, что хоть что-то должно упасть. 50 кейсов, это немало. Мне кажется, Габензер где-то говорит, мало. Братик. Есть... О, 100 трек. Нет. Это очень красивая. Она очень красивая. Да, да. Я надеюсь... Вообще, сейчас по факту нужно, чтобы она дорогое было, некрасивая. Но... Я понимаю, но это СГЭшка, она 100% будет... 15 долларов. Что, слушай, 15 долларов, это немало. Да, это хорошо. Не, у меня прям предчувствует, что что-то выпадет без рофлов. Вот, например, сейчас предчувствовала, что выпадет МП5. Чувак, ты что-то знаешь. Ой, да вы... Блин, между двумя. Слышишь? Ну, она выглядит... Маленький кусок щита. Она дорого выглядит, СССР. Знаешь, что я думаю? Мне кажется, Глок упадет. О, наконец-то. Скар инфонсор. И он сколько стоит? Он стоит 4 доллара. Эвилон, расскажи, как... Кейс 10 баксов стоит. Нет, 7. А, 7 уже? Да, но на рублях все равно это много. Эвилон, расскажи, как ты поднялся на Твиче за такой срок? Если что, у Эвилона был онлайн год назад около 1000. Нет, даже 800 на CSGO. Потом он перешел в Fortnite, и сейчас у тебя по 30 тысяч. Нет, год назад у меня уже 2000 было. Серьезно? Да. Это на Fortnite или в CSGO? Нет, на Fortnite у меня было 2-3 тысячи, а турниры смотрело 5000. А пиков онлайн у меня был 27 на турнире. А потом онлайн спал, когда хайп фортнайта ушел. И сейчас я ушел в свободное плавание. А, да вы ровните! Он очень дорогой, он очень дорогой. Если бы он был немного поношен, он там стоит порядка 20 тысяч или 30. О. Как ты думаешь, почему у тебя поднялся онлайн? Вот три версты. Но больше работал. Больше... Я, наверное, начал писать сценарии к стримам. Я начал что-то придумывать. И как минимум я начал следить за... Ну что, что хочет именно... Что хотят именно люди. Что раньше я делал, что попало. Бошка лажда тоже нормально смотрел. Типа я следил за этой темой, и поэтому, скорее всего, это дало свои плоды. Потому что я смотрел, людям это заходит. Значит, это нужно делать. Ну, типа я начал с шоу-матчей, когда мы играли в Twitch YouTube. Потом я начал их делать больше. Потом пошла тема с кейсами. Никто не открывал кейсы вообще на Twitch. Ну, там, может, парочку открывали. Зарубежных стримеров. Так никто не открывал. Начал открывать кейсы. Это тоже начал заходить. Потом начал делать мафию. Начал делать свою игру. Начал заходить. И сейчас это делает огромное количество людей на Twitch. Огромное количество делает свою игру. Открывает кейсы, типа, именно на Twitch. Понятно, что это, ну... Это не новинка какая-то. Но это люди начали делать после того, как это начал заходить. Как вот люди выбивают? Я никогда не понимал. Открывают один кейс своей жизни О, боже Он еще так красиво выглядит, это жесть С нами сидит человек в дискорде Который открыл кейсов 30, у него там Три ножа, и сколько, Эрик? Два где-то Два ножа, и с каких кейсов? Ну, один я выбил с первого раза Второй я выбил тоже с первого Не, я 500 тысяч потратил за два месяца Да ладно, подожди, настоящих? Настоящих 500 тысяч рублей Настоящих 500 тысяч рублей? Я скрафтил принц с 10% Потом не скрафтил гунгнир Раз 5 не скрафтил рыцарь Не скрафтил еще принц Выбил, купил себе 5000 лвлов Выбил принц с операцией На кейсы сколько просрал Мне один только нож нормально выпал за 30 тысяч Ножи выпадали по 8 тысяч Я не понял, что это? Ну, хоть что-то же должно упасть Не знаю, мне все равно кажется, что у Габена нет настоящих шансов Такое чувство, как будто сколько сливаешь денег Потом он тебе начинает что-то давать Потому что я смотрел, когда я открывал Я слил 50 тысяч, потом еще 50 тысяч слил И потом 50 тысяч сливал, и мне выпал принц Да, осталось 15 кейсов 15 гребанных кейсов Каждое открытие стоит 10 долларов Это я 800 рублей Блин, Вальв, вы испортите мне настроение на день Не знаю, не каждый день портит настроение Теперь, когда я начал кейсы открывать О, ну хоть что-то Ну хоть что-то, правда Кстати, она прикольно выглядит, интересно О, 30 долларов 3 кейса купил Да, давайте по факту Сейчас каждый открытие 110 долларов Один из долларов падает, все ему могут Не, вообще хочется новый Глок Ну типа, мне кажется, новый Глок, он прям вообще клевый Ты СМК играешь, ясный? Не-не-не Четвертый Да вы ироф, лети! Что это? Ты понимаешь, что они могут пролетать, но они очень близко Ну вообще, это типа визуал, все равно, что они пролетают Ну да, понятно дело, да, это казино Все равно очень обидно, очень обидно Че, осталось последние 10 кейсов? Да, 10 кейсов последних Я портал свои перчатки, портал ножик Просто минус... Минус 40 тысяч Этот ролик стоит 40 тысяч рублей, пацаны Ощущайте это Ощущайте цену У меня было... У меня было... У меня было... У меня было, у меня было три стрима, которые мне обошлись в 250к Я вообще, короче, крафтую и больше никогда мне каждый день Ну вот Это, кстати, тема тоже дорогая, по-любому О, это укуп Да, 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 но только... Мне кажется, статрек будет красиво Около сотки должен будет стоить Че-то подобное Кстати, лайфхак Заходите на ДСМАЧ, пишите в консоль Плюс ЛЕФТ И просто крутитесь И вас не кикает Набиваете раунды Наконец-то Да! Хорош! Како стоит? Так, так, так Это может быть очень дорого 150, 150, пожалуйста, 150 98 Мне показалось 980 Ладно Сто долларов стоит, да? Да, но поспали бы... Блин, он красивый, я хотел его Он красивый, да Ну вообще, слава богу, что после... Ну, точнее, статрек Потому что обычный... Мало, мне кажется Слава богу, хоть что-то Да, хоть что-то Ну, я не знаю Ну, типа, мне все равно кажется Тут следующее открытие будет намного лучше Да Как-то оно работает как-то так Типа, я не знаю Все равно ГБМ что-то дает Это нереальные проценты Ну, нереальные как-то проценты О, статрек О! Это кто сто процентов Пожалуйста, прямо за воду 70 долларов! Вау! Ни сика! Это залупа столько стоит? Ну, по сути, это из-за того, что мало количества продаж Ценник может быть 15 долларов Настоящий Ну, я его выставлю За 70 никто не купил Ну, выставь сразу его Слушай, твоя тактика Давай, последний кейс Я не знаю Я думаю, с последнего кейса Должно выпасть Но это будет офигенный ролик Если тебе выпасть С последнего кейса Что-то Хотя бы что-то Ладно, по факту Это были не последние кейсы Еще три кейса осталось Но это уже... Это уже 53-е открытие пойдет Я случайно три кейса купил лишнее Давайте посмотрим А-а У меня, кстати, так же было с принцем Я уже закинул 50 тысяч Просрался деньги Купил последнее открытие Последний 100 ловлов И мне выпал принц Это не просто так Я тебе говорю Кстати, рейсеры больше не падают То есть сейчас твой ценник на рейсер будет подниматься Ей на гуданер Давай, последний кейс И тут выпадает нож Смотри Сапфир Скелетон А-а-а Ну, практически Ну, он даже похож чем-то на скелетон сапфир Слушай, а сейчас бы контракт сделать, на самом деле Ой, да не Мне кажется, контракт сейчас сделать, это... Ну, хотя с этого дерьма А что тебе может упасть по факту? Сейчас, сейчас посмотрю Так, упадет... Ну, СГ-то нужно больше всего ловить Да, СГ-то Я все выбил, кроме СГ и... 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 Дорогого СГ, пожалуйста, СГ О, хорошо Так, авики дорогие? Ну, я думаю, дороже, чем... 4 доллара, ну пофиг Он и так ценник упадет жестко Ну, все равно печально Печально, сейчас на печальное открытие, очень... Хотя... Хотя... Не, лучше не сливать, а СГ стоит тоже 4 доллара Подожди, а Диггл сколько стоит? Я в минусе в любом случае, значит Эй, Диггл, Диггл тоже нормальный Да Диггл тоже пару баксов тоже А, 9 долларов стоит... Вот эта штука, это 1 доллар Это 70 Диггл 3 доллара Ладно, давай уберу Диггл и поставлю вот это говно Вон, револируйте, я есть бомжарский Слушай, я сделаю контракт на фиолетовое Ну, тебе не хватит же 50 на 50 можно сделать Да, 50 на 50 можно сделать Ой-ой-ой, я вставляю А это жесткий контракт Блин, а есть тебе старая фигня какая-то выпадет? Сейчас? Я буду лохом ударил Ты одну шмотку запихнул Одну? Да Эх, ладно, все в жопу, я все оставляю Ладно, давай так проверим Что будет, если... Что будет, если 4... О, тут шанс 30% на новую операцию Короче, друзья, все, конец Это конец, правда Да Но это не конец Потому что мы еще вернемся к этому гейбу А это, возможно, будет уже завтра Поэтому сейчас будет... Вот такой вот конец Не забывай то, что завтра Выйдет, скорее всего, новый ролик Зависит все от вашего актива Где я открою больше кейсов Но сейчас, возможно, я онлайн на стриме Твич Поэтому Хочешь меня увидеть в прямом эфире Заходи ко мне И не забудь зафоловиться Всем пока